всем здарова ребят сегодня та же схема крутим и коменте сегодня у нас 2 на 2 так удаляем это и крутим снова 2 на 2 реплей под номером 8 так идем сюда 1 2 3 4 5 6 7 8 рандомы 2 на 2 и ну название не очень прям но не не очень ну посмотрим удун ну удун нравится мордор играет шах бан моглистые горы макро против них мордор джон сноу и лот лориан олдер так мазаем что у нас здесь чутка медленный старт за мордор а ну потому что сразу в грейды одобряю здесь принципе нормально здесь вообще стандарт а и решил сеточкой строится джонс но тоже одобряю здесь как бы это выгодно главное не просрать rush rush уже готов правда гоблин высаживаются двумя отрядами это немножечко неверно надо быть три ну посмотрим как у него получится побежала орда орков кстати этот матчап на такой карте очень плохо для мордора то есть ему надо побыстрее в грейды выходить я два раза проиграл точно такой же матчап примерно на такой же карте таким же развитием как джон сноуч сыграет вот сначала я пытался рашить безгрейдженными орками потом я пытался отбиваться безгрейдженными лучниками ни то ни то не получается то есть если гоблин будет просто спамить гоблой мечниками то ему будет очень даже хорошо потому что орки вообще не в состоянии без надзирателя справиться с ядом вот но джон снова правда копейщиков подстроил это наверное с той целью чтобы быстрее здание сносить так в это время мордор кинул на лоло землю лоло какой-то фигней страдает у него очередь постройки один барак с таким количеством малорнов можно было в два барака уже давно выйти то есть денег достаточно много у него но он выходит в принципе так побежали луки здесь у нас а стоп мордор мордор рашид лоло луками нифига вот это неожиданно но у него конечно есть орки но но посмотрим как у него это получится орков он не грейдил продолжают драться здесь орки джона сноу и гоблины я забыл кого макро ну пока что пусть джону и не получается нормально так пробить макро но зато он его рашит то есть макро не рашит в ответ а значит что джон выиграет достаточно времени чтобы развиться и вот это вот преимущество гоблинское вначале нивелировать то есть ему главное просто тянуть время здесь атака была неудачный шаг шахбан вынужден отступить он спас своих лучников но два отряда орков погибло это 300 монет нехорошо но лориан пассивный поэтому может быть это для него не будет иметь никакого значения здесь же попытка пронести ну да неудачно все у джона сноу неудачно полностью отбивается макро так а давайте по очкам взглянем контратака пошла уже три вроде правильно нет в походу даже 4 это может быть минус ключевых а сюда надо залезть так макро 2 очка заработал шахбан практически одно джонс ноу тоже 2 очка и 2 очка у лолон блин сейчас я запомню у олдера то шахбан чем-то занят сейчас явно не игрой его войска стоят и все в момент уже упущен когда можно было сражаться лучше отступить но с другой стороны почему-то мечников вводит олдер они как раз таки должны были танчить и у шахбана появилась конница поэтому он все-таки отбивает атаку олдера причем отбивает не просто так а можно задавить всех этих лучников тоже небольшой совет паучки они как повозка то есть они хуже давят чем сравнение некорректные перефразирую паучки хуже давят чем обычная кавалерия но они как повозка маневренные то есть им не нужно долго разворачиваться как обычной кавалерии чтобы набрать скорость для тех кто не понимает для тех кто не играет в игру на просто смотрит объясню конница допустим конница валивается в ваш отряд давит какое-то там определенное количество унитов сколько там это позволяет и игра задавить затем она замедляется если вы дальше будете переть сквозь отряды врагов она уже никого не задавит чтобы иметь возможность давить снова ей нужно набрать скорость поэтому обычно всадники разворачиваются и делают новый заезд паучкам это делать не нужно то есть когда бежали здесь эльфы можно было вот так маневрировать то есть пауки быстро набирают скорость за счет этого небольшими поворотами таким образом можно было бы большее количество лучников продавить так приезжают почки сюда видимо будут пытаться мешать мордору мордор практически не боится конницы в этой игре если если конечно у него есть копейщики ну ща посмотрим у гоблина конечно лучников мало поэтому быстро избавиться от копейщиков он не может первый заезд неудачный но пауки особо то не покоцаны поэтому для шахбана это не является проблемой лоло помогает очень хороший обстрел это там вышка была построена ну я конечно осуждаю вышки не в том плане что ну то есть не считаю вышки действом каким-то то из застройка вышками это вполне нормальная тема игровой момент вот но это блин 800 монет но вышка не окупилась ну ладно может одна вышка окупилась на 2 точно нет типа не лучше бы войск больше построил но в любом случае он помог тиммейту джонс ноу дальше пушит жесть мне кажется глаз саурона в горло попал короче стратка олдера оправдала себя будем так считать и у него есть еще один обстрел у него очень даже вкусная пачка и это выглядит намного сильнее чем то что подвел шахбан плюс шахбану надо аккуратно воевать ну да он понял что у него слабая армия но зато у него есть пауки но к сожалению он плохо контролит да надо было их увести весь смысл кавалерии чтобы она из-под тишка нежданчиком нападала нельзя вот так показывать теперь олдер будет бояться ее и отступать а сейчас шахбан мог бы затащить но посмотрим как у него получится это но кстати он заманивает на землю земля то конечно эльфам ничего не даст но орки то на ней толще будут правда он слишком далеко отбежал минус один герой это вроде бы арафин сдох кидается дыхание манвы сдувает годмага и сдувает паучков начинается фокус пауков часть копейщиков все же под водится к лучникам но получается что немножко шахбан продавил но потерял один отряд пауков и два оставшихся у него сильно покоцаны здесь по сражались орки снова с гоблинами появился великан весьма ранний выход великана посмотрим как это у него сработает великан конечно хороший юнит но это риск первый великан это всегда риск потому что на первого великана вы тратите около 3000 так как вам нужно построить пещеру и заградить ее полностью поэтому в этом плане лучше в какого-то героя выйти великаны это все-таки лакшери мы посмотрим наваливает он очень жестко и у мордора на этой карте нет выхода в таверну то есть он не может построить ларгана чтобы легче было справляться с великанами а тут уже второй вышел тут у него большие проблемы но ему нужен год мог определенно чтобы лучники сильнее дамажили и ему нужны какие-нибудь герои которые будут некромант качать здесь обязательно нужно качнуть некраду второго уровня так шахбан восстановил свою армию пауков а у него даже один паучок жив остался можно бы построить лагерь но вы это никто не делает и он сейчас пытается помочь своему тиммейту очень похвально кстати вот он понимает что он не может выиграть своего противника зато он пытается сделать так чтобы его тиммейт выиграл своего что впоследствии позволит ему выиграть своего два на одного к вместе отца бить легче как говорится очень хорошо проехался но правда у джона снова довольно таки много огрызков осталось поэтому если в ближайшее время не нападет на него макро то это не будет иметь никакого значения но в любом случае шахбан получил приличное количество очков давайте посмотрим может я ошибаюсь кстати макро уже во втором тире шахбан да 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 шахбан очень хорошо подкачался в этой ситуации у него нормальное теперь количество лукарей у него есть дополнительные герои он кидает катапульты кидает к ну вы поняли короче для контроля олдер не контролит абсолютно свою армию теряет всех копейщиков и теперь пауки могут проехаться получником вы просто посмотрите какое сочное количество очков получает шахбан да он теряет своих пауков но они полностью окупились он уже в третьем тире и он еще 6 очков заработал даже больше полностью лорин был разбит и вот и зачем теперь эти вышки никакого не никакого в них смысла нет можно сейчас убить год мага но олдеру до олдеру это уже ничем не поможет плюс катапульта подвелась ну грустно конечно за пауков но в любом случае шахбан хорошо ими сыграл обстрел разваливает пачку лучников ладно катапульт вышка окупилась но походу олдер сдался у него не строится ничего да он походу понял что проиграл и плюс еще и с этой стороны джон снова был тоже разбит макро пропушил его полностью и тгг и это грустно типа зачем заливать реплей который длится 13 минут только потому что вы выиграли но он не такой уж плохой я признаю до шахбан неплохую игру показал мне кажется это он залил надо будет сейчас прочекать на форуме и не обратил внимание кто заливал может вы обратили но просто блин типа в одни ворота практически ну кстати пятый уровень жестко затащили великаны ну и катапульта потихоньку будет сносить крепу да можно проматывать здесь уже ничего интересного не будет а кстати кто ли в новом джон снова ливнул после сноса свои крепы остался я просто удивлен что олдер продолжает сражаться ведь он до этого в бараках ничего не заказывал ладно сейчас поищем другой реплей на форуме потому что это очень плохо все минус ну и остается барак а тут непонятно кстати кто заливал это мне даже нравится типа без спойлеров ну ладно кручу верчу реплей ищу четвертый тоже называется 2 на 2 нет стоп стоп это тот же чел блин как никнейм прочитать у него что его нет нет не буду комитет так неинтересно найдем реплей от какого-нибудь другого чела 9 это значит 10 по сути потому что 9 я коментил если вы вдруг обратили внимание вот 9 так снос на скорость ролик 30 но я надеюсь что имеется ввиду что он 30 минут длится хотя может быть то что он просто по счету тридцатый погнали врата море итак верхняя команда ангмар джевс с ним в команде зор за имлу против них шаграт за гондор и еще один им адрес и близ вроде бы или близ просто снова кто-то напишет что я ник неправильно прочел хз так побежал хоббит эта карта дисба кстати сразу говорю мы взяли из 2 0 2 карту и пожалели потому что здесь аванпост а здесь таверна плюс карта в целом маленькая очень и некоторые фракции быстрее могут аванпост перехватить и кстати в этом случае у имлы должно быть преимущество хоббит может убить гилдора только если очень сильно затупит владелец гилдора и небольшой лайфхак советую погодите-ка брата обосрался грустно-грустно жестко обосрался просто убил себе старт плохо контролил сейчас гилдор можно было его убить хоббита но не смотрел по сторонам и наткнулся на проезжающего мимо тролля так вот лайфхак у гилдора также у румили финна и у карта и на ладно возможно насчет румили финна я не уверен но у румиля точно броня от атак ближнего боя намного ниже чем от атак дальнего боя поэтому хоббитом имеет смысл бежать впритык к герою и бить его мечом до урон от меча в 4 раза ниже но это может сработать вот так что мы видим появились копейщики любопытное решение не успели они кажись да да не успели они ударить гилдора но они могут успеть захватить да это будет лучшим выходом для него можно конечно снести заставу но отменил ой братан что ж такое то надо было захватывать теперь имла будет купаться в деньгах никогда так не делайте это просто ужасно либо забежать за ванпост и разрушить его либо захватить да он бы перехватил гилдором разумеется но она бы некоторое время бы повисела и то есть как бы весы бы дергались то в пользу гондора то в пользу имлы подвел бы подкрепление снова бы попытался перехватить и так далее и так далее а сейчас он вынужден сражаться с его армией и все это время аванпост будет капать на имлу плюс скоро еще и тролль восстановится то есть чтобы перехватить аванпост придется еще и дополнительное время потратить из-за чего еще сложнее будет отбиваться от имлы кстати хоббита сейчас следует отправить сюда так как видно где гилдор он почему-то хочет сражаться с гилдором сейчас мою теорию про то нет не протестим в дальнем бою ну ок справедливости ради гондор вроде как держится но просто блин два барака а он в конюшню выходит рано или поздно все равно имла затащит два барака имла против одного барака гондора то есть что сейчас погодите посмотрим сюда а то я прям сильно отвлекся кстати матчап на маленькой карте матчап имла и ангмар в пользу имлы то есть тут надо как бы запотеть за ангмар чтобы затащить ему надо поскорее в номинорцев выходить так вот вернемся к моим размышлениям чтобы переконтрить имлу который играет в два барака за гондор вам надо три барака как минимум с одного просто войска не успевают строиться но конница очень хорошая идея действительно это может зайти при условии что не было бы вот этого вот имла конечно же правильно делает ставит фонтан чтобы нельзя было конницей в легкую всех продавливать осуждаю чемпионов на если он не будет ими спамить тогда это не проблема абсолютно гондору следует поставить новый барак воскресил хоббита а теперь до него дошло что нужно что-то делать с аванпостом но увы снова тролль минус конница будет придется еще с хилить а им адрес в это время настроил целую орду и теперь гондору отбиться от этого будет уже невозможно но к счастью да блять мне снова в горло ока саурона попала к счастью для него тиммейт нормально так сочувствует тут тут зеркальная ситуация тиммейт может помочь вопрос только в том нужно ли ему это делать и я не вижу здесь копейщиков походу сейчас анквар еще и отбиться может блин какой ужас так шаград шаград где-то на денег мало это где я надеюсь будет какой-то камбэк или чё-то типа того или этот чел затащит и остальные останутся они вдвоем имла на имлу это просто это ужасно если прошлый реплей был неплохой но просто короткий то это просто ужас типа чел слился за пять минут фонтан строит блин барак барак построи второй барак у тебя есть деньги есть рабочий ты же не будешь строить конницу постоянно то есть ну типа все тебе не нужно постоянно заказывать всадников то есть это здание уже не активные то есть у тебя один барак с таким количеством ферм даже с четырех ферм хватает денег чтобы спамить с двух бараков и ну этого все равно недостаточно но это хоть что то ну неплохо кстати отдал один отряд а у тем временем у имлы уже флаги то есть он уже без особых опасений может бегать и сносить ключевухи жесть кстати сейчас это была ошибка и младрис не получает очки за снос зданий войск и прочее он получает их с помощью библиотек которые уже строятся тут поэтому разрушать свои здания у него перед носом не имеет смысла особенно если это здание находится под защитой крепости потому что пока он его будет сносить крепость а также вошел вот лучники могут какое-то количество этих эльфов убить а так он просто пробежался за секунду снес все эти здания да казалось бы гондор получил типа и слова не могу подобрать кэшбэк вот получил кэшбэк за эти фермы там 300 монет каких-то но оно нифига не стоило этого ну то есть убить один отряд мечников там или копейщиков это уже больше денег заберет у противника чем вот эти вот 300 монет но потому что за эту он вроде не получил если не ошибаюсь то есть он только 2 разрушил сам ну все гондор разбит полностью смотрим сюда скорость с которой сносит своего противника этот и младрис не очень то и близ не очень то внушает доверие и плюс еще и верхний младрис саванпостом а этот только с таверной то есть там тоже явное преимущество но я тоже вижу флаги и сейчас они уже у всех его отрядов будут армия у него вполне себе приличная то есть как бы шансы есть кстати по поводу а вот и первая проблема здесь нет библиотек по всей видимости ресурсы ему не позволяют их строить у этого парня они есть он уже заказывает магов и плюс ну-ка сейчас найдем зоро 4 очка да то есть скоро нет стоп 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 сколько у него там а у него пока низкий инком очков ладно еще не проблема проблема будет когда он выйдет в лес кстати посмотрим на очки командования иблиса да у него армия проседает на сотку с чем то ну считай на 150 грубо говоря в целом то это тоже не проблема это можно достроить деньги у него есть но у зоро деньги еще и копятся то есть зоро может выйти в какого нибудь героя например ему уже позволяют ресурсы выйти в глора который в будущем тоже в зеркалах очень даже хорошо затащит ну и опять таки земля да земля решает ворчант поможет очень сильно всего этого не будет у этого парня но он тоже разбил своего противника у него заказываются маги земли я кстати очень сильно удивлен что зоро не пытается помочь ну видимо он просто решил размениваться в нулину с ним но прикол в том что этот гондор полностью разбит уже минут пять как одна крепость он абсолютно ничего не сделает вот это последняя его попытка что-то предпринять это конница которая его тиммейту нахрен не нужна если честно он и без нее нормально справляется а этот челик более-менее еще держался у него была куча бараков у него была большая экономика ну по сравнению с гондором по крайней мере то есть его можно было бы задефать и легче было бы играть наверное ну посмотрим приходит маг тут есть дотекание тут все движутся прямиком на крепу и походу пришло время валить отсюда печальная ситуация конечно но тут всему виной карта карта реально дисбалансная и это яркий тому пример этих ребят не нужно сейчас в бои посылать это будет просто сливоч ой какой ужас братан затупил мне кажется что ему вообще нельзя здесь сидеть ему надо пытаться отбивать эту пачку ой еще и появились смотрящий если он будет юзать обилку то у него все шансы на победу в зеркалах ну тут уже армия сильно проредела подкрепы не строятся ну ка сюда глянем у него косарь есть барак сейчас упадет если бы он эти 4 отряда не слил дал им флаги подвел бы еще эту пачку типа что сделает ангмар ну троллей подгонит подумаешь это так важно разве яркий пример жадности жадность забрала у иблиса последний шанс на победу появился элронд кста он может выиграть немного времени убить мага земли правда их там два ну надо валить уже второго нельзя убивать иначе будет смерть но к сожалению иблис не контролит абсолютно братан боль боль отдал 3000 ну он приходит войск у него недостаточно так маг земли зор да можно его убить крепость простоит еще некоторое время очень хороший маг огня он будет бафать его армию сражение на земле ведется то есть у нижнего им адреса даже при равных войсках нет шанса на победу там плюс смотрящие там еще были на на ошибался под конец еще и тролли остались к столу челика погодите-ка а у него рабочий есть ну да он выжил ну давайте подытожим очевидно что зора выиграл очевидно что моя затея с колесом удачи и реплеев плохая идея потому что это спойлерит победителя вот ну зор дизреспект за то что такое залил реплей очень херовый и не честный я считаю что у этого челика могли бы быть шансы на победу если бы была другая карта это во первых ну и собственно его решение тоже очень много ошибок на допускал первое что надо было сделать когда пришла пачка сюда ну во первых надо было задуматься изначально помочь своему тиммейту я понимаю что пригорает когда за тебя играет челик который вообще не умеет играть нулевой но типа я сам очень много проигрывал в таких ситуациях когда горело и не хотел помогать но все таки надо задуматься над тем чтобы помочь может быть ситуация была бы другой вторая проблема допустим челик слит вот приходит эта армия надо было бросить ангмарца ангмарец полностью разбит все что он может пригнать это этот отряд троллей он даже новый не построит у него ноль экономики ноль неужели этот один отряд троллей такую большую опасность представлял в глазах Иблиса что надо было просто отдавать всю свою базу ради того чтобы добить ему эту странную крепу я не думаю то есть надо было сорвать эту всю армию те четыре отряда которые он в тупую слил подвести к своим войскам сделать им флаги и у него была бы армия примерно такая же как и армия противника дальше зоро кидает землю разумеется на земле сражаться нельзя плюс у зоро еще и преимущество в виде боже мой активации виндовс к тому же у него смотрящие смотрящие станет армию в зеркалах это тащит вот то есть надо как-то попытаться смотрящих убить и сойти с земли нельзя сражаться на земле плюс у Иблиса хватало денег на Элронда это неплохо то есть он мог не сливать его он мог убить одного мага и убежать затем уже когда была бы стычка типа армия на армию в этой стычке заюзать единицу ради того чтобы они все попадали как минимум тогда он выбил хилку у противника это тоже большой плюс то есть Элронда тоже не надо было так сливать и не стоит забывать о том что у Иблиса все таки небольшое преимущество в той ситуации было потому что сражение было под крепой у него настреливал маг огня который с плэшом неплохо так убивал и он при этом бафает на урон когда попадает в противника вашу армию бафает то есть можно было еще потратить там немножечко денег построить еще чего-нибудь одну вышку там или допустим еще одного мага и попытаться задефаться с помощью этой штуки а затем уже пытаться выиграть на макро то есть время которое бы понадобилось ангмару для того чтобы восстановиться минут десять как минимум можно было бы не бояться и плюс еще у нижнего им адреса у Иблиса доступ к таверне и это конечно не так круто как аванпост но лучники это тоже неплохо то есть лучники помогли бы опять таки от ангмара отбиваться если бы он бомжей бы отправлял и немножечко помогли бы с магами в общем суть в том что сражаться там все еще можно было но имеем что имеем всем спасибо за внимание огромное спасибо всем кто стал моим спонсором в описании видоса вы найдете ссылки на скачку этой игры и много чего еще чао какао